Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Рабы праведности. Послание к римлянам, 6 глава, 18 стих. Как часто христиан упрекают в том, что они рабы Божьи? Вот есть такая фраза, что вы себя называете рабами Божьими, а наши языческие боги нас рабами не заставляют называть. Да, печально как-то звучит. Значит, христиане, они такие несамостоятельные, они такие вот угнетенные, они там изнывают в оковах, под бичами надсмотрщиков, тяжело работают, все отдают. Часто описывают христианство именно так. Ну ладно, еще раб Божий, да, можно сказать, Бог настолько велик, что мы все его рабы просто по факту того, что он может с нами сделать все, что угодно. Но раб праведности, абстрактного понятия, праведность это же не личность, это вообще какое-то вот такое обобщенное понятие, да. И мне кажется, я знаю людей, которые стараются быть рабами праведности, это рабы, которые абсолютно несвободны. Вот каждый шаг они сверяют каким-то своим внутренним сводом правил. Где я это нарушил, где я тут приступил, где вот я тут, может быть, согрешил. Это такое тяжелое зрелище, это так сложно жить человеку такому, да. То есть он не ступает шага свободно. Может быть, действительно правы те, кто говорит, вот у вас там в христианстве сплошное рабство, угнетение, безволие, безмысля, полное отсутствие всякой инициативы, а вот атеизм или там язычество или что-то еще, это расцвет, это что-то благородное, красивое, яркое. Но давайте к одному слову не придираться. Начнем с 17 стиха в синодальном переводе. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю же по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконне на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Интересно, Павел сразу же оговаривается. Говорю по человеческому рассуждению. То есть не воспринимайте это всерьез. Это не формула догматическая. Это не вероучительная какая-то такая формула, которая должна навсегда остаться. Это всего лишь такой простой человеческий пример. По-простому говоря, выражаясь повседневным языком, вы стали рабами праведности. Но до этого он говорит без этой оговорки, вы были рабами греха. Что такое раб греха? Ну вот очень хороший пример – это человек с алкогольной или наркотической зависимостью. Он не хочет, он не может отказаться. Это огромный подвиг. Люди тратят много сил, времени, денег для того, чтобы избавиться от этой зависимости. Он не то, что мечтает пить или колоться, потому что ему это нравится. Он не может этого не делать, он без этого уже не живет. У него физическая уже телесная зависимость. И рабство греху – это что-то похожее. Когда человек не то, что выбирает грех, но вот разные бывают люди, некоторые хотят, чтобы делали они хорошие вещи, некоторые соглашаются делать плохие, а когда они уже не могут не делать греха. Я думаю, у каждого из нас такой опыт есть. Вот не удается от этого отказаться. И он говорит, смотрите, обращение к вере, крещение и соединение с Богом дает вам эту возможность. Вы избавляетесь от рабства греху и становитесь кем? Но вот если взять простой человеческий пример, объясняя вам на таком, на пальцах, да, то рабами праведности. А что такое раб праведности? Это человек, который не имеет своей воли, который вот что ему сказали, то он и делает. Мне кажется, что для вас праведность, говорит Павел, должна занять такое же место, которое занимало потребность греха. То есть вы не можете жить без этого. Вы не можете жить без праведности, как алкоголик без алкоголя, да? Вот вам она необходима. Мы пытаемся иногда представить себе Царство Небесное. А что делать с теми, кто там окажется злодеем, с теми, кто там будет мучить других людей? Очевидно, что если их там наказывать, то это уже не Царство Небесное, а что-то другое. А если им позволять все делать так, как они захотят, тем более. И обычный ответ, а человек не захочет плохого. Он лишится свободы воли? Да нет. Он становится рабом праведности не в силу того, что кто-то его поработил, пришел с мечом, с плетью, да, и сказал, вот давай работай, а не то мы тебя убьем или там изобьем до полусмерти. Но потому что он принял это добровольно. Но с того момента, как он принимает эту праведность, соответственно, она становится его внутренней потребностью необоримой. И он начинает действовать, исходя из нее, а не своих желаний. Чем отличается раб от свободного человека? Раб исходит из желаний своего господина. У него свои тоже, может быть, есть. Он даже где-то может их удовлетворить. Покушать ему тоже надо и поспать. Но, тем не менее, для чего он живет, что он делает вообще в жизни, это прежде всего исполнение воли господина. И стало быть, у этих людей, госпожой, становится праведность. Они исполняют волю праведности. Ну и поскольку это действительно не очень понятно, Павел дальше это проясняет. Но давайте я прочитаю в своем переводе, он несколько более понятен синодального, начиная с 17 стиха. «Благодарение Богу вы были рабами греха, но теперь от всего сердца преданы принятому вами учению. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Я объясняю это на примерах из человеческой жизни, потому что человек слаб. Прежде вы сами отдали свои тела нечистоте и беззаконию, вот и получилось беззаконие. А теперь отдайте их в рабство праведности, тогда они станут святыми. Когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности». Ну и что же вам это принесло? «Урожай, которого стыдитесь, а следствие его смерть. Теперь, освободившись от греха и став рабами Бога, вы собираете урожай святости, он приведет вас к вечной жизни. Расплата за грех – смерть, но Бог дарует вам жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим». Вот такое длинное и подробное рассуждение, мне кажется, оно как раз призвано передать эту идею, что для человека, отказавшегося от рабства греху, праведность становится такой же потребной, праведностью, которой прежде был грех. И он настолько же живет этой праведностью, насколько он прежде жил грехом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.